Привет подписчики и гости моего канала. Меня зовут Альберт и вы на канале Тревелин РФ. Я решил снять для вас серию видеороликов, в которых раскрою плюсы и минусы курортных городов России и Республики Крым. И если вы еще не были на российских и крымских курортах, но хотите их посетить или даже может быть переехать, то благодаря этим видео вы сможете определиться, какой город для вас ближе и интереснее. А я желаю вам приятного просмотра, но перед тем как начать, я попрошу вас подписаться на мой канал. Так как у меня еще много интересных видео, связанных с курортами Черного моря и другими городами нашей страны. В этом же видео я расскажу вам плюсы курортного города Геленджи. Я выделил 5 существенных плюсов этого города-курорта. Первое это климат, географическое положение. Второе это местные достопримечательности. Третье это чистота и количество местной флоры. Четвертое это инфраструктура, под этим я имею ввиду школы и детские сады. И пятое это расположение города в региональной инфраструктуре. Но обо всем по порядку. Первое. Геленджик находится в полосе субтропического горно-морского климата. Что накладывает существенный отпечаток на температуру воздуха. Продолжительность жарких и теплых месяцев. Курорт в этом отношении как правило сравнивают с южным побережьем Крымского полуострова. В Геленджике очень много солнца. При этом наибольшее число солнечных дней приходится на период с марта по октябрь. В среднем считается, что на курорте 250 солнечных дней в году. Горы защищают город от сильного холодного ветра. Ветер, называемый Бора, имеет конечно место. Но не оказывает сильного влияния на местный климат. Сильнейшее влияние на температуру воздуха оказывает конечно же Черное море. Так как в его глубинах температура никогда не понижается ниже плюс 7 градусов по Цельсию. Зимой теплая вода из глубин поднимается наверх, что согревает воздух. Поэтому температура на курорте всегда, а иногда значительно выше, чем например в солнечном Краснодаре. Ну а летом наоборот. Прохладные морские слои, жаркий, удушливый воздух охлаждают. Создавая приятный бриз. И разница температур с тем же Краснодара может составлять 10 градусов. Что несомненно не превращает Геленджик в раскаленную сковородку. В целом воздух Геленджика сухой, гораздо суше Сочинского, так как климат там более тропический. Хотя после дождей, которые бывают даже летом, воздух на курорте незначительно увлажняется. Переходим к обсуждению достопримечательностей. И это второй плюс Геленджика. Конечно, главные достопримечательности климатического курорта, такого как Геленджик, это его природа. На территории Большого Геленджика множество таких локаций. Вот некоторые из них, которые вас заинтересуют. Сразу скажу, что если вы захотите их посетить, то это будут в основном пешие маршруты. Первое это походы на Марковский хребет, где множество уютных тропинок и дорог. Поход на гору Нексис, где расположено 2 дольмена. Из более легких я бы выделил поход на реку Жанэ, где расположено 4 дольмена. А также для любителей красивых видов, это прогулка в Голубой Бездне, расположенный у хутора Джанхот. И поездка на Белые Скалы. Или еще многие их называют, это место пляж 272 ступеней. Он находится в районе Голубой Бухты. О всех данных локациях на моем канале есть видео, ссылки на которые я оставлю в описании к данному видеоролику. Только у меня к вам будет большая просьба. Если решите посетить эти локации, пожалуйста, не оставляйте там свой мусор. Не загрязняйте окружающую среду. Ну и главная достопримечательность Геленджика. Это, конечно же, его набережная, длиной 14 километров. Она не прерывается между собой, как, например, в Анапе. И прогулявшись по ней, вы сможете увидеть практически весь курорт. Набережная курорта выполнена из плитки с классическими белыми невысокими ограждениями. Она условно разделена на несколько зон. Самый, на мой взгляд, приятный для прогулок, это Черноморская набережная, расположенная уже за бухтой. На так называемой круче, расположенный между улиц Садова и Маячная Лермонтовский бульвар, засаженный Пицунской сосной. Также, несомненным плюсом является наличие двух канатных дорог, по которым вы сможете также подняться на Марковский хребет. И отличный зоопарк Сафари парк. Про остальные типичные развлечения, наподобие аквапарков, дельфинариев, думаю, упоминать не стоит. Они присутствуют на любых курортах. Третий плюс. Я знаю, он покажется некоторым местным жителям противоречивым. Но я все-таки, так как это мой обзор и мое личное мнение, обозначу его. Это чистые улицы Геленджика. Да, конечно, особое внимание администрацию курорта уделяет центральной части города и местам, где любят гулять отдыхающие. Что неудивительно. Где больше всего людей, там и грязнее. Но все-таки, в целом, город очень чистый. А поддержание его в чистоте, это не только работа дворников. А наличие ответственных людей, проживающих в городе, круглый год. А таких здесь очень много. Хочу также сказать, что у меня есть претензии к мэру Богодистову. Он, на мой взгляд, мог бы лучше стараться для города. Но, видимо, он не имеет желания или мотивации. Если бы у нас в стране были бы честные выборы, я бы никогда не проголосовал за этого человека. И он, маловероятно, выиграл бы честные выборы. Но я что-то ушел в сторону. Другой очень важный фактор и плюс для того, чтобы полноценно назвать Геленджик зеленым городом, это наличие пицунской сосны, произрастающей на территории курорта в большом количестве. А нахождение в таком сосновом бару очень полезно для людей, переболевших пневмонией и коронавирусом. Особо отмечу, конечно же, Лермонтовский бульвар, про который я уже сказал выше, обсуждая второй плюс курорта. Дополнительно в этом плане хочу отметить горы Маркотского хребта, заботливо окружающий город. Они хоть и невысокие, их высота составляет от 450 до 700 метров. Главное их достоинство – это наличие огромного количества деревьев и кустарников, растущих там. А главная заслуга, позволяющая Геленджику дышать полными, легкими, принадлежит людям, принявшим решение в 50-е годы к 20-го века засадить горы Пицунской сосной. Говоря о четвертом плюсе, напомню, я обозначил его как наличие школ и детских садов. Тут без лишних предисловий и рассуждений, просто цифры. На относительно небольшой город я насчитал 7 школ, расположенных равномерно по микрорайонам города. Плюс планируется строительство еще одной школы в районе улицы Первомайская. Также во всех сельских образованиях Геленджикского района имеется своя школа. Почитаем теперь детские сады. Их 6. В каждом микрорайоне по садику. Конечно, если вы живете совсем на окраине, то придется ребенка возить в сад на автобусе или автомобиле. Также в городе очень много частных детских садов и школ. Я полагаю, что цифры, которые я привел, это неплохой показатель. Чуть похуже со средним и высшим образованием. Есть, конечно, два филиала вузов, несколько СУЗов. Но я считаю, что за хорошим образованием все-таки надо ехать в города-миллионники. Ну и наконец-то я перехожу к последнему пятому плюсу Геленджика. Я его обозначил как место курорта в регионе, его транспортная привлекательность и доступность. Сейчас я начну рассказывать, и вы поймете, о чем я. Я имею в виду доступность города для посещения, возможность людей, живущих в Геленджике, комфортно выехать из него, используя общественный транспорт, ну, либо личный транспорт. Так вот, в Геленджике в 2022 году открыли новый международный терминал аэропорта. Правда, пока не было возможности им воспользоваться из-за войны в Украине. И в будущем, прилетая в Геленджик, у вас займет всего 10-15 минут, чтобы доехать до центра от него. Так как аэропорт расположен практически в черте города. Неплохой показатель, не правда ли? А отсутствие железнодорожного вокзала в Геленджике компенсируется ЖД вокзалом в городе Герои Новороссийске, который расположен всего в 40 километрах от курорта. И многие, планируя свой отпуск в Геленджике, едут туда через Новороссийск на поезде. Теперь давайте посмотрим, комфортно ли из Геленджика посещать другие курорты и города региона. Такие, как Краснодар, Новороссийск, Сочи и, конечно, курорты Республики Крым. Если вам интересно будет из Геленджика посетить Сочи или Абхазию, то время в пути на автомобиле составит около 6 часов. Это время в дороге до Адлера. На общественном транспорте, конечно, будет подольше. Расстояние до Анапы всего 90 километров. Дорога на автомобиле составит около 2 часов. Также в Анапу ходят несколько маршрутов автобусов. На мой взгляд, интересно сравнить два примерно одинаковых курорта Анапу и Геленджик. Кстати, на канале я выпускал ролик о сравнении данных городов-курортов. Ссылка сейчас появится на экране. Также она будет в описании и в конце данного видео. Гляньте, обзор получился достаточно полным и всесторонним. Расстояние же до Новороссийска, я уже упоминал, составляет 40 километров. Это очень важно, так как Новороссийска достаточно крупный город, по меркам Черноморского побережья, конечно. И многие геленджичане работают в Новороссийске, ездят туда посетить большие торговые центры, так как, увы, в Геленджике таких не имеется. Это уже минус. Но я здесь не об этом. Ну а если вы дополнительно захотите съездить в южную столицу России Краснодар, то время в пути займет около 3 часов. И в Краснодар вы поедете по хорошей дороге. Это федеральная трасса М4 Дон. Если же из Геленджика вы захотите посетить еще и Крым, или просто посмотреть на Крымский мост, то время в пути составит чуть более 4 часов, что вполне неплохой показатель. Также на улучшение транспортной инфраструктуры сильно повлияет реконструкция трассы М4 в районе Геленджика. Южный въезд в районе курортного села Девноморска уже закончили в 2022 году. И это решило проблему пробок на этом направлении. А самый проблематичный северный въезд в город со стороны курортного села Кабардинка закончат реконструировать к сентябрю 2023 года. И там, можно сказать, будет просто взлетная полоса и никаких пробок. А на этом я заканчиваю. Надеюсь, данная информация будет для вас полезна. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените мои старания. Подписывайтесь на канал. Я выпускаю часто актуальные и интересные видео. А чтобы их не пропустить, включите колокольчик. Сейчас появятся ссылки на другие интересные видео. Если хотите, можете глянуть их. До свидания.